Такие ситуации возникают чаще всего, когда ребёнок только адаптируется в новом коллективе, говорят психологи. Особенно если в классе уже есть сильная дружная группа, сразу заметно, что новичок выбивается. Как ребёнок будет реагировать на эту ситуацию, так к нему и отнесутся. Если ребёнок действительно чисто одет, аккуратен, это далеко не повод к тому, чтобы как-то его задевать. Скорее всего, на какую-то из проверок этих детей, может быть, кличку попробовали ему придумать какую-нибудь, он на неё стал резко реагировать, и дети за это начинают цепляться. Это, в первую очередь, борьба с силой. Но, с другой стороны, реакция всегда должна быть адекватной. Она не должна быть сильно агрессивной, но ребёнок должен показать, что он может за себя постоять. И при этом он должен это сделать сам, а не мама с папой. Вряд ли здесь помогут какие-то разговоры. Один из хороших способов – это обучение ребёнку какой-то игре или появление у него какой-то новой игрушки, которой нет в этом классе. Тогда у других детей появится интерес к нему, к тому человеку, который носитель чего-то интересного. Соответственно, скорее всего, поменяет свои отношения. И он тоже должен, конечно, достаточно ровно, спокойно на всё реагировать. Учитель может дать ребёнку задание организовать группу каким-то образом, зная, например, его какие-нибудь способности, например, спортивные способности, художественно-творческие способности, на каком-нибудь вечере, звездой экрана, чтобы он мог себя продемонстрировать. Такие проверки в детских коллективах обычно заканчиваются к третьему месяцу притирания новичка в коллективе. Если научить ребёнка относиться к этому спокойно, он без проблем переживёт это время, говорят психологи. Редактор субтитров А.Сёмкин